О социальной политике говорили сегодня на еженедельном совещании у главы республики. По данным Чувашстата, цены на потребительские товары в Чувашии на 2% ниже, чем в среднем по ПФО. Минэкономразвитие регулярно проводит мониторинг стоимости социально значимых продовольственных товаров, чтобы предотвратить необоснованный рост цен. Это прописано в плане по сбалансированности экономики региона, который своим распоряжением утвердил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Еще одной темой обсуждения стали меры адресной поддержки жителей республики. Мониторингу подлежат 40 наименований продуктов среди регионов ПФО по индексу потребительских цен республика на седьмом месте. По сравнению с декабрем снизилась стоимость мяса и хлебобулочных товаров, творога и яиц. Небольшое сезонное повышение было отмечено на овощи. Сегодня в том числе и нам способствовало вхождение дополнительных трех сетей дискаунтеров, которые продают по более низким ценам как продовольственную, так и непродовольственную группу товаров. Мы регулярно встречаемся с сетями для того, чтобы задача, которую вы, Михаил Ильич, поставили убрать посредников, она реализована была. И продукты питания поставлялись напрямую от производителей в торговые сети. Снижению стоимости продуктов способствуют ярмарки выходного дня, которые регулярно проводятся в столице республики. Михаил Игнатьев подчеркнул, что одновременно с ценами необходимо проверять и качество продуктов. Мы должны прежде всего смотреть и защищать потребителей, которые на сегодняшний день ходят в магазины. Это прежде всего малобеспеченные семьи. Роста цен он не есть, люди возмущаются. По разным вопросам, если возьмем, люди возмущаются, что цены поднялись. Доходы упали, цены поднялись, вот и все там. Услуги ЖКХ, потребительские цены. В сфере социальной защиты населения правительство Чуваши выполняет все свои обязательства. В республиканском бюджете на эти цели предусмотрено более 6 миллиардов рублей. Выплачиваются пособия на третьего и последующих детей малообеспеченным семьям, членам семей погибших военнослужащих, ликвидаторам чернобыльской аварии, ветеранам труда и репрессированным и другим категориям льготников. В январе-марте социальные выплаты предоставили мы по 30 направлениям на сумму 346 тысяч граждан получили различные социальные выплаты. На оплату ЖКУ получили социальные выплаты 309 тысяч человек практически, каждый четвертый житель. На данные цели в январе-марте было направлено более 300 миллионов рублей. Сейчас в Чувашии проживают 219 тысяч ветеранов войны и труда. Из них 46 тысяч получили почетное звание благодаря решению главы региона Михаила Игнатьева о снижении трудового стажа для присвоения звания. За три месяца нынешнего года почти 1900 человек получили звание ветеран труда. С 2016 года при предоставлении различных видов преференции учитываются критерии нуждаемости. Ежемесячные денежные пособия не получают 15% ветеранов, которые продолжают работать. Михаил Игнатьев поручил министру труда и социальной защиты доводить до населения объективную информацию о мерах и объемах социальной поддержки. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика.